Всем привет и добро пожаловать на новое видео, посвященное автосимулятору BeamNG Drive. В этом ролике будет полезная информация о том, какой из низкоуровневых API производительнее в данной игре. Старый добрый DirectX 11 или более современный, но менее распространенный вулкан? Посмотрим, стоит ли использовать новый API и даст ли он прибавку в кадровой частоте и, главное, стабильности. Проверим производительность в разных игровых режимах и в конце сделаем выводы. Не забывайте подписываться на канал, если вы тут в первый раз. Я рассказываю не только об играх, но и об автомобилях, причем не только в игровых форматах, но и в реальных. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и блоги. А теперь поехали! Признаться честно, идея этого видео появилась еще в середине 2021 года. Вот даже пруф есть. Однако было невозможно записать футажи и адекватно все протестировать. Дело в том, что в BeamNG Drive API Vulcan изначально вышел в статусе бета-тестирования и вроде как даже работал у определенного круга пользователей. Но только не в моем случае. Продолжительное время Vulcan отказывался работать на моей системе. Игра очень долго грузилась и показывала совершенно неиграбельные 6 кадров. И лишь спустя несколько крупных обновлений появилась возможность для полноценного сравнения. Для справки. Vulcan это низкоуровневый API, который предоставляет разработчикам прямой доступ к GPU. Способен нагрузить все блоки графического конвейера и эффективен в работе с многоядерными процессорами. Он демонстрирует меньшие задержки и меньшие расходы при обработке графических команд по сравнению с традиционными API OpenGL и Direct3D. На бумаге действительно все здорово звучит. Да и на практике в крупных игровых проектах тоже. Хорошее видео о сравнении разных API было на канале i2Heart. Ссылочку оставлю в описании. Включить Vulcan можно одним способом. Через окно при запуске BeamNG. Вместо запуска игры жмем средства поддержки и кликаем на третий пункт. Готово. Напомню, что используется лицензионная версия игры в стиме. В самый последний на момент написания сценария версии 0.26.2. Однако и на более свежий 0.27 результаты будут такими же. Я проверял. Помогать наблюдать за нагрузкой и прочей статистикой нам будет мониторинг MSI Afterburner с выведенными самыми важными параметрами. Чтобы не было упора в вертикальную синхронизацию, я отключил V-Sync. Поэтому возможны разрывы в изображении. Не обращайте на это внимания. Настройки графики. Самые что ни на есть максимальные. Отражения в реальном времени выкручены на максимум, чтобы дополнительно нагрузить видеокарту. Разрешение рендера 1440p. А теперь переходим к тестам и посмотрим, сможет ли Вулкан дать бой все еще популярному и неохотно отправляющегося на покой DirectX 11. Начнем со встроенного бенчмарка. Да, он нужен для теста исключительно CPU и подсистемы памяти. И выбор API в теории никак не должен влиять на результат. Однако мне стало любопытно проверить этот момент. На практике все оказалось именно так, как и ожидалось. Бенч выдает результат в количестве автомобилей, что, по мнению системы, может запустить ваш компьютер. На моей системе в обоих случаях показатель составил 40 автомобилей. Поэтому напрямую API не может влиять на этот показатель. Идем дальше. Начнем по порядку и возьмем карту Италия с одним автомобилем. Вместе с Вулкан получаем чуть меньший FPS. Примерно на 3-5 кадров. Однако к стабильности нет никаких претензий на обеих системах. Геймплей плавный. Мониторинг это подтверждает. Из особенностей, которые будут напоминать нам о различии этих API и дальше по ходу тестов, стоит отметить более высокую нагрузку на видеокарту. Смотрим на показатель энергопотребления. При этом нагрузка на центральный процессор у Вулкан ниже. Также он отличился и менее скромным аппетитом к видеопамяти. 8 гигабайт против 7 у DirectX 11, а оперативки кушает на гигабайт больше. Это не значит, что Вулкану необходим весь этот объем. Просто он кэширует информацию с запасом, пока есть свободное пространство. Во втором тесте останемся на той же карте и локации. Однако попробуем заспаунить аишный трафик. В настройках стоит максимальное значение для подвижного транспорта – 12. А для припаркованного ограничимся 20. В данном случае сцена стала более нагруженной, из-за чего имеем ниже кадровую частоту у обеих API. Однако DirectX 11 практически на всем отрезке отрисовывает чуть меньше кадров. Большая потребность памяти остается неизменной. Вулкан все так же потребляет больше оппонента, хотя разрыв и немного сократился. Но даже на DirectX 11 имеем неутешительный результат – 8,8 ГБ видеопамяти, что определенно может создать некоторые просадки у владельцев 8-ми гиговых видеокарт. Нагрузка на GPU и CPU примерно такая же, как и в сцене с одним автомобилем. Вулкан более лоялен к процессору, но больше нагружает видеокарту. Что касается плавности геймплея, то по ощущениям плавность везде неплохая. Нет ни рывков, ни статтеров. Однако время кадра, судя по мониторингу, ровнее у Вулкан, хоть это и незначительно. Теперь сравним производительность в сценарии. На этой локации наблюдается паритет, и результаты разнятся совсем уж незначительно. Можно сказать на уровне погрешности. Фреймтайм ровнее у Вулкан, но на глаз заметить это невозможно. Везде присутствуют ощущения плавного и комфортного геймплея. По нагрузке и потреблению все аналогично прошлым двум тестам. Тут без сюрпризов. Видно, что эта локация проще и легче дается нашей системе. Тут не только меньше машин, но и заметно проще окружение и детализация. Меньше отражений. А теперь переходим к выводам. Если мы проанализируем результаты тестов, то придем к неоднозначному заключению. API Вулкан действительно дает прибавку производительности в особенно нагруженных сценах, позволяя получать более высокий FPS. С ним показатели выше на больших картах с максимальными отражениями в реальном времени и включенным трафиком. Однако стоит учитывать тот факт, что DirectX 11 более экономно использует видеопамять GPU, а также меньше нагружает ОЗУ. В обоих случаях разница может достигать 1 ГБ. В более простых же сценах DirectX 11 и вовсе имеет преимущество в производительности. Большинство игроков, будем честны, обладают видеокартами с 4 или 6 ГБ видеобуфера, о чем свидетельствует статистика Стима. Поэтому для них приоритетным выбором будет использование более старого API. Разве что для владельцев слабых процессоров переход на Вулкан может дать небольшую прибавку стабильности, немного разгрузив CPU. Проведя некоторое время с API Вулкан в BIMNG, могу рассказать и еще о некоторых не очень приятных особенностях. Во-первых, с ним немного медленнее грузятся любые карты или сценарии. Раза в полтора-два дольше включается трафик, а также после каждого выхода из игры появляется какая-то ошибка. Причем все это тянется до сих пор. В свежем обновлении 0.27 в этом плане все без изменений. Поэтому на данный момент времени Вулкан альтернатива, но точно не замена старенькому DirectX 11. Однако в будущем именно Вулкан является более перспективным для развития, чем, например, даже относительно свежий 12-й DirectX. Но все это лишь в руках разработчиков автосимулятора. Предлагаю нам вместе составить таблицу результатов на разных системах. Поэтому если у кого-то есть желание и энтузиазм протестировать и поделиться более-менее репрезентативными данными или, может, впечатлениями о работе Вулкан, то welcome в комментарии. Особенно интересно, как там дела на видеокартах от AMD, а также на серии карт RTX от NVIDIA. На этом у меня все и увидимся совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok